Новогодний... О, боже мой! У меня такие две корзинки, там очень много всего новогоднего. Море белой мишуры с неприятным запахом. Что у меня здесь? Сюда, к лестнику. Привет, мои хорошие! С вами Селена Сыве. И сегодня у нас будет видео о подготовке к Новому году. Мы будем украшать квартиру. Я вместе с вами хочу достать все свои закрома с Нового года, пакеты, перебрать их. Может быть, что-то отдать, что-то использовать, что я хочу использовать, подрасставлять. Может быть, какие-то идеи вы для себя подберете. Как видите, на заднем фоне у меня уже, да, мы потихонечку приближаемся. На заднем фоне у меня вот такая вот, как это назвать? Дождь. Дождь из ламп, да, здесь 200 ламп, 2 на 2 метра. Но она как раз-таки вот помещается вот так вот, видите, у меня от края окошечка до края окошечка. У меня две такие. Я вторую сейчас хочу на кухню повесить, посмотрим как. И вот примерно вот до низа, да, вот так получается. Ну, в принципе, неплохо, красиво. Я как раз решила ее под тюль. Она красивенько так светится. Мне прям нравится, я просто ее включаю, как антураж такой, да, и у меня прям сразу новогоднее настроение. И шнур, кстати, смотрите, видите, вот он отсюда идет сверху. Он прям вот так вот, вот так вот так вот так и достает до розетки. Шнур хороший, длинный, не короткий. Вот, вот это тоже новогодняя атмосфера. Это все я оставлю вам видео под этим видео. Я оставлю вам видео, где я снимала, распаковывала, показывала подробно все. Здесь я уже вам покажу вот и то, как мы украшаем. А вот, ну, захотите такое, то заходите под видео и смотрите видео. Так, у меня вот здесь, вот смотрите, хранится очень много новогоднего. Та-дам! Ой, ой, мне придется сейчас достать стульчик. В общем, пакет раз, там еще. Сейчас я это все достану, все подготовлю, сяду и будем разбираться. И перед тем, как я начну все клеить, я сначала помою окна и вытру пыль с поверхности. С поверхности я обрабатываю вот в Фаберлик, покупаю вот такой спрей для обработки поверхностей. Здесь содержится натуральное масло Монарды. Монарды? Очень приятный аромат вот у этого спрея. Вот так вот он, вот так наносится. Все обрабатывается очень круто. Стекла. Стекла я мою, протираю влажными салфетками для стекол и зеркал. Они не оставляют разводов ворсинок. Обалденные. Вот, их надолго хватает. Здесь у меня еще много всего. Ну, или просто водичкой мою. И вот этой тряпкой для стекол, она обалденная. Я уже ей пользуюсь очень давно. Тоже брала в Фаберлик. Так протру. То, что здесь наспрейла. С этой тряпкой вообще одно удовольствие протирать стекла и зеркала. Все на свете. Очень быстро. Это прошлась, допустим, влажная. Ну, либо салфетка, если на скорую руку. Да, вот у меня в ванне она. Я стекла протираю. Раз-раз протерла, все, ничего не нужно. Либо, если я прям большие поверхности протираю, то я беру влажную тряпочку, прохожусь. А потом вот это я все просто вытираю и, не знаю, с первого раза все. Просто развод и все уходят на глазах. Вот я без этой тряпки вообще жить не могу. Я ссылку на Фаберлик оставлю под видео. Посмотрите. Она стоит недорого. И салфетки очень крутые. Так что сейчас я все поубираю, а потом начнем клеить снежинки. Ох, фук, фук, фук. Вот она я. Вот она я. И вот они все вещи новогодние. О, боже мой. У меня такие две корзинки. Там очень много всего новогоднего. У меня вот такой огромный пакет. Вы там не видели, когда я его доставала. Фух. Это, конечно, жесть. И еще у меня новинки же. Вот они еще тут рядышком лежат. Давайте все по порядку. Я буду доставать что-нибудь, смотреть и думать, что с этим делать. Давайте разбирать на всякие кучки. А в конце я уже все расставлю по местам и покажу, куда, что, где я придумала. Либо буду сюда вставки делать. Короче, видео будет спонтанное. Такое видео спонтанное. Я не знаю, куда, что я сделаю. Давайте для начала разберем. Это старый пакет мой. Его пора уже перебрать. Потому что, на самом деле, он не первый год у меня существует. Та-дам! Опачки! У меня снежинки с фикс прайса. Вот такие голубые. Кстати, в этот раз я и не видела их еще. А они есть. Это, смотрите, из старенького. Раз. А вот это вот сразу. Из новенького. То, что я брала в фикс прайсе. Это я все расклею по окнам. Нам я, кстати, в зале сейчас помыла окна. Вот я прям хочу в зале сделать прям вообще. Там вот спальню часто не ходят ко мне. Да? У нас, на самом деле, вот буду украшать. Я зал и буду украшать спальню. Вот это два основных места, где украшать. В детскую мы сейчас особо не заходим. Потому что она еще совсем не готова. Денька особо там не играется. Поэтому она у нас какая-то закрытая такая. Как-то так получается. Поэтому основные две комнаты все-таки у нас спальня и зал. И мы будем их украшать. Вот, детскую отдельно потом, если что, покажу. Я даже не знаю. Может, даже и украшать ее не будем. Потому что мы туда пока что не ходим. Вот. В общем, на окна мне очень нравятся вот эти наклейки. Они не оставляют следов никаких. Хотя очень красиво смотрятся. Вот. И я хочу это все по окнам прям распределить. Смотрите, сколько у меня их много. Четыре. Дальше. 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 Сремные игрушки не хочу вешать. Я купила уже елку. Это будет отдельное видео. Будем наряжать елку. Я планирую 1 декабря выставить это видео. Посмотрим. Так. Дождик. У нас есть дождик. Вот такой вот. Смотрите, какой красивый. Его можно тоже куда-то применить. И брала его в фикс прайсе. В прошлом году, что ли. Блин, так время быстро летит. Пипец. Смотрите, он такой перламутровый. Я буду думать, куда его можно повесить. Может быть, просто на стену. Единственное, что я не хочу, чтобы милочка у меня его ела. Знаете? Вот она ест что-нибудь, а потом такая... Посмотрим сейчас. Красиво. Вот это мне нравится. В отдельном бакинске у меня лежит. Сейчас придумаем куда-то. Так. Дальше я вижу вот такая красная салфетка. В принципе, ее можно аккуратненько, красивенько положить куда-нибудь на кухню. Что-нибудь на нее поставить. И она будет создавать такой уют какой-то, да? Прикольное. Я не видела в этом году. Так. Следующее, что я вижу, это тоже в фикс прайсе брали. Мне понравилась вот эта голубая такая мишура. Кстати, она может пригодиться на елку. Посмотрим. Потому что я хочу... Я не знаю еще, какие цвета, короче, там вот елка будет интересна. Мне задумку скажу свою. Смотрите, какие у меня есть штуки. А я это брала тоже в фикс прайсе. Маленькие такие. Это можно поставить на полочке куда-то, да? Чтобы оно вот немножечко так радовало глаз. Но я посмотрю, посмотрю, куда можно. Главное, чтобы милка у меня это не жевала. Так, в фикс прайсе тоже брала. По-моему, да? Уже нет опознавательных знаков. Кто помнит? Скажите мне. Кто помнит, где я это могла брать? Ну а где еще? В фикс прайсе у нас рулят же, да? Сейчас все развыставляю здесь. Самое интересное, что здесь у меня вообще хранится. Так, смотрим дальше. С прошлого года или даже с позапрошлого года у меня остались вот такие снежинки. Но я не знаю, будут они лепиться или нет. Посмотрим. Они уже какие-то, знаете, уставшие. Так, это дождик. Он, возможно, не пригодится. Вот еще эти снежинки. А они, слушайте, полиняли друг от друга. Я их вместе клала. Или они такие были. Разно... Градиентные. Какие-то, видите, они? Или полинявшие. Не поймешь, да? Просто если они будут некрасиво смотреться, я их не буду делать. Так, вот этот дождик, скорее всего, он пойдет уже на помоечку разноцветный. Тут дождик немножко. Так, и вот такие у меня есть игрушки. Эти игрушки я использовать не хочу. Во всяком случае... А, это игрушка-гирлянда. Она, игрушка, еще и светится. Сейчас покажу. Какие железные. Ну, не знаю. Во-первых, они какие-то уже оттенки другие поменяли. Но тоже надо смотреть. Вот такие маленькие. Это для маленькой елочки. Я маленькую не собираюсь ставить. Мне, наверное, вот эти маленькие тоже будут не нужны. И это, возможно, будет на отдачу. Пакетик отложу на отдачу. У меня здесь пакет. Вот с такими белыми штуками. У меня в квартире сейчас все белое. Вообще, я брала в прошлый раз, потому что мне хотелось белого-белого-белого-белого. Но сейчас у меня все белое. Я не знаю, как будет смотреться. Это белая мишура. Может быть, куда-то я ее все-таки сделаю. Потому что есть матовая белая. Есть белая с блестками. Ее очень много всякой разной. И, знаете, у нее какой-то запашок. Вот это мне не очень нравится, запашок. Это море белой мишуры с неприятным запахом. Почему оно так пахнет? Я попробую взбрызгнуть чем-нибудь. Посмотрим. Может быть, это тоже куда-то отправится уже. Хотя из этого можно было бы сделать елочку, всякие приколюшки какие-то. В общем, посмотрим. А у нее цвет даже немного желтоватый где-то даже. Ладно, идем дальше. Ой, смотрите, что у меня есть. Та-дам! Вот такой снеговик крутой. Мне его дарила одна моя подписчица из Санкт-Петербурга. Кристина. Я помню. Да, она присылала. У него, кстати, ножки еще удлиняются. Смотрите. Та-дам! Вот такой стоит. Но он классный. Я его, конечно, никому не отдам. Я найду ему место. И будет он стоять. Он, кстати, запах не изменился. Нормально пахнет. Несмотря на то, что лежал вот так вот. Да, такие ножки у него. Вот такой вот он классный. Даже еще, видите, бирку не снимала. Хотя в прошлом году он у меня стоял. С подарком такой. Классный снеговичок. Я тебе найду место. Обещаю. Ой, что у меня здесь? Здесь еще вот такая мишура. Голубая. Ее сюда. Вот такие игрушки нераспакованные. Но я даже не знаю, они подойдут мне или нет. В экспрессе, по-моему, такие есть. Смотри, видите? Вот нахрена такие яркие игрушки? Не-не-не. Ну, конечно, они могли бы пригодиться. Маленькие. Брала и не распаковывала. Понимаете? Что такое? О, а сколько у меня вот этого добра всякого разного. Смотрите. Сколько у меня светодиодных вот этих. Вот это прозрачное. Вот это черное разноцветное. В экспрессе сейчас тоже это продается, но чуть-чуть другое. Этого добра у меня много. Много. Что это за цвет ужасный вообще? Какой-то серобур-козюль. Так. Вот такие звездочки у меня серебристые есть. Три штуки. Тоже три штуки. А вот свежие. А свежие у меня золотые звездочки из фикс прайса. Тоже три штуки. В общем, будем как-то миксовать все это. И вот такие синие снежинки. Хорошо, что я не взяла снежинки. Синие снежинки пригодятся. Они очень яркие, красивые. Их тоже у меня три штуки. Мы их куда-нибудь все это дело приспособим. Представляете, какая у меня должна быть нарядная просто квартира? Нереально. У меня еще колпачок вот такой есть. Дед Морозовский. Не знаю, куда его применить даже. Такая свинка. Такая свинка. Которая мне не нужна, в принципе. Ее тоже можно быть на отдачу. Так. Вот такие серебристые бантики. Не знаю, куда их применить даже. Что это такое? Хлопушка какая-то, да? Не ума хлопушка. 30 сантиметров. Если что, есть чем хлопать нам, да? Так, еще пакеты у меня тут какие-то. Здесь у меня вот такой красивый цветок. Ой, красивый. А я еще взяла цветы в фикс прайсе. Они реально очень красивые. Вот такая игрушка красивая. На елочку. Сердечко мне нравится. Так, здесь у меня еще прозрачные всякие гирлянды. Вот они. Прозрачные гирлянды. Боже, сколько всего. Боже мой. Какие сейчас все это буду распределять? Я не знаю. О, у меня еще какие есть гирлянды, снежинки, звездочки. Май гад. Да, и оно все от батарейки. Там везде есть батарейки, но неизвестно, они работают или нет. Здесь не включается. Могли ли они от того, что так долго лежали, просто не работать и не включаться? Я не помню, чтобы, знаете, я прям их гоняла так, чтобы батарейки сели. Фигня. Господи, какое долгоиграющее видео. Просто потому, что у меня батарейка, не батарейка, а память сейчас закончилась. В общем, приступаем к коробочкам. А, я сейчас присмотрелась еще, смотрите. Вот эти вот фикс прайсовские, как их называют, батарейки. Они там окислились, по-моему. Ну, я надеюсь, что другие подойдут, хотя у меня не так много батарейок. И, честно говоря, лучше бы все это было от сети. Так, ладно, давайте теперь разберем коробочки вот эти. Тоже здесь у меня склад. Куча всего. Так, мимимишечки какие-то. Кстати, от каких-то мимимишечек уже пора избавиться. Либо им найти место какое-то интересненькое. Так, в этой коробке новогоднего не так много. Не так много. У меня есть вот такие вот интересные. Помните? Рамки. Все хранится, все хранится. Рамки. У меня и белая, и розовая рамка из фикс прайс. Вот они красивые такие. Они очень красиво встанут, кстати, вот туда на полочке. Я там прибралась. Так, здесь у меня новогоднего не так много. Тут не надо новогоднее. Да? О, кстати, знаете, что у меня есть? Вот такие эти, помните? По 55 рублей. Ой, упали. Упали, упали. Короче, вот они на фотографии. Здесь такие цветочки можно делать. Так, а вот еще, смотрите, лежит у меня здесь. Вот такая елка в фикс прайсе, помните? В фикс прайсе, по-моему, она была. Сюда лепишь игрушки. Так, а здесь у меня что? У меня здесь трафарет какой-то есть. Можно им делать узоры на стекле. Но силикон мне больше нравится. Потом мне нужно все это дело отмывать. Вот такой снеговичок у меня есть. Может, куда-то его притулить можно будет. Сейчас посмотрим. Это что у меня? Шарик светящийся вот такой вот. Но я его пока не буду делать. Так, что у меня тут вообще? Что-то накидано, накидано. Ну, тогда, короче, убрать вообще надо. Это снеговика делать. Когда будет у нас снег, да? Это на Новый год можно включить, на день рождения куда-то. Видите? Вот как день рождения, так и ничего рядом нет. Вот эти вот с разными цветами у меня здесь свечки. Надо как-то разложить так, чтобы я все это не теряла. Как раз таки... Почему я так долго к этому видео подходила? Потому что, ну... Ох, тяжко. Вот они игрушки, короче. На эту елку. Вот они игрушечки. Вот такая вот елка, да? Она так становится. И мы вот так вот колокольчик тут все делы. У меня отдельное видео, по-моему, есть. Вот так вот вешаем. Эти игрушки. Ну, мне кажется, нам вот это вот оно вот не надо. Так что я отдам всю эту елку куда-нибудь. Так, еще я в пакете вот в этом не все разобрала. Смотрите, давно-давно продавались. Вот такие вот свечки. О, они даже еще горят у меня. С фикс прайса. Не знаю, поставлю я куда-то это или нет. Это классно, что до сих пор работает. Вот такие вот у меня свечи зеленые красивые есть. Всякие спреи у меня здесь есть. Это что? Белый спрей, белый снег. Может быть, это как раз-таки, знаете, на елку. Какая елка? У меня белая елка будет. Так, вот такие еще пригодятся для украшения. Много такого было. И, в общем, вот такие шарики здесь у меня еще есть. Разноцветные. Вот еще вот такая розовая. Так. Спрей для декора серебро. Так, в общем, все. Здесь все. Вот такие елочки. Вот это вот я набрала в свое время вообще. Куча всего. Надо от половины избавиться. Буду разбираться сейчас. Так, и поехали дальше. Давайте вот эту вот еще разберем коробочку, да, и пойдем украшать красиво. Ой, какая мультурочка у меня тут. Оказывается, пластиковая есть. Красивая. Так, вот это вот я выкин брала. Вот, красота. Да, я это поставлю обязательно, красиво, добротно. Подождите, в Икеа я это брала? Да, Икеа. Так. Вот такой вот красивый шарик у нас есть тоже. Он тут светится. Батарейки нужны. Тоже можно красиво. Но у меня вот шарик, вы видите, там голубой. Он вообще, он и светится, и крутится. Он тут все заполняет. Поэтому вот это, наверное, я тоже могу куда-нибудь сбагрить, отдать. Так, ананас. Серебристый. В принципе, можно куда-то поставить. Так, что у меня здесь еще есть из украшений? Ой, смотрите, помните? Селена. Это Селена, и это Селена. Вот этот костюм серебристый, кстати, я Тане подарила. Ей очень подошел. Вот, по которому меня делали. А этот костюм подарила сестре своей. Вот. А Селены две остались. И одна кудрявая, и одна с прямыми волосами. Класс? Девочки, мне подписчицы мои делают. Так. Еще у меня вот такие вот украшения есть. Это все для елки куда-то туда. Вот такие вот светяшечки у меня есть. Светятся? Сердечки. О, смотрите. А что они мигают? У них режимы? Да, режимы. Вот такие сердечки куда-то можно их еще приспособить. Так. И вот такая звездочка у меня красивая есть. Она не светится уже. Она не так много, блин, функционировала. Почему ничего не светится? Что-то такое. Так. Ну, в принципе-то и все. Да? Вот столько новогоднего у меня. А, вот у меня еще игрушки. Ну, это вот из свежего, да? Это игрушки вот я убрала. Всякие вот такие вот штучки, дрючки. В общем, все, пошли украшать. Дэн, смотри. Блин, вот эти штуки, они не силиконовые, они пластиковые. И они на клею. Я не знаю, как они потом будут сниматься. Жалко, это не силикон. Так, здесь я уже на балконе сделала. Смотрите, это у меня ушло 4 упаковочки. Вот эти 4 упаковки вот такие. Сделала вот 3 окна и наверху. Сейчас хочу гирлянду сюда повесить, дождик. Посмотрю, как будет. Милочка мне помогала. Дэнка не хочет помогать, а Милочку она прям все помогала мне. Так, ну что, мои хорошие, закончила я наконец-таки этот ужас украшения квартиры. У меня, конечно, не ахти, честно говоря, получается все это дело. Ну, в общем, более-менее разобрались. Значит, здесь это я уже сделала. Приклеила снежинки, смотрите, на окна, да. Вот, немножечко. Поставила снеговичка сюда вот этого. Неплохо смотрится. В общем, мне не нравится мой подоконник. Вот эти ляпы, я не знаю, чем оттереть. Я уже, девочки, пыталась чем угодно. Мне кажется, мне нужно менять будет подоконник. Сюда положила, Милочка иногда сюда залазит. Пусть лежит. Ну, такой красивый. Мне кажется, неплохо так смотрится вот эта вот штучка. Энка просто включила вот на батарейках вот эти штуки, а не всем скопом. И он здесь выключал свет, он мне так нравится. Я думаю, ну, положу ему, пусть он тут балуется. И это, кстати, из фикс прайса тоже украшение такое. Ну, это я уже показывала. Картину я решила украсить так. Просто кинула на нее белую мишуру вот этого, да. И вот здесь вот тоже из фикс прайса повесила вот такую вещицу. Вторую я такую повесила вот сюда. Зеркало вообще, это моя радость, моя гордость. Вот, одна здесь висит, ангелочки. Я изначально их вообще, сердечко. Я даже не помню, где я его взяла, если честно. Наверное, тоже в фикс прайсе. В общем, ангелочки висят здесь внизу. Я вот эти бусинки разложила, мне кажется, симпатично лежат. И вторые вот не разложила. Они как будто подарочки такие маленькие, знаете. Вот, снеговика вот этого решила Кристину поставить сюда. Моя подписчица Кристина из Питера, привет тебе. Сейчас показывала Люси, и она такая, вау, какой снеговик. Я тоже себе такого хочу. Вот, в общем, заценила снеговика. Он очень крутой, и здесь он прям шикарно вписывается. Вот здесь вот у меня на полочке картина. Мне это очень нравится. Я, кстати, не меняю пока картину, но у меня нет на самом деле нормальной фотографии, которую можно было бы сюда поставить. И поэтому семейная фотография мне очень нравится. Только здесь девочка вместо мальчика. Как бы, но суть в том, что семейная фотография, да. Ну, это продавалось вместе с этой фоткой, потом поменяю. Здесь у меня, ну, это не новогодняя тема. Вот это решила поставить сюда с теплыми, золотыми украшениями, цветами. Как раз таки в мою комнату, где у меня все, как видите, золотое такое, да. Срежевое, теплое, теплые оттенки. И поэтому вот эту вот я решила елочку поставить сюда. Она неплохо здесь смотрится. А тут мои украшения, они сами как елочка. И вот это вот из Икеи сюда решила тоже поставить. Нет-нет, включать. И здесь у меня украшения, но они не будут здесь стоять. Это я так на время поставила. А вот это, представляете, мои детки мне вот разнесли. Я вообще это повесила на входе. Так красиво висела. Ну, Денька раз зацепил, порвал, два зацепил, порвал. Короче, я тогда все смяла и на выброс. Так, с этой стороны я еще решила поставить, повесить вот эти звездочки. Ну, вот мне кажется, их должно быть здесь, наверное, больше. Еще две, наверное, как минимум. Да, вот куда-то туда, туда. И тогда более-менее нормально. Вообще, конечно, здесь телевизора не хватает. В общем, ну, не знаю, на этой стене. И обоев здесь не хватает на этой стене. Короче, пока так. Вешалки это для съемки здесь у меня стоят. Они всегда. Да, поэтому я их, ну, как бы они мне здесь не мешают. Вот. И ночью, ночью, сейчас я выключу свет. Смотрите, выключу сейчас зеркало. С выключенным светом это выглядит вот так вот. Да, только эти. А сейчас я еще и этот выключу. А, ну, это вы видели. Я не знаю, это вы видели на втором, наверное, канале. На этом не видели. Сейчас я вам включу, как у нас еще здесь красиво подсвечивает. Вот, как красиво вообще, да? Обожаю вот эту вот рамочку. Мне очень нравится. В общем, сейчас я ее тоже выключу, чтобы вы увидели всю красоту. Да, как у нас вот, как красиво у нас светится этот шар. Вот, смотрите. Шикарно. На всю комнату вот так вот я ложусь. Вот, да, спасибо, Денечка. Выключи, Дэнь. Выключи, пожалуйста. Вот, как красиво. И у него разные режимы есть. Вообще, мне вот это очень нравится. Мы прям с ним спим, засыпаем. И прекрасно. Вот, такая новогодняя тема у нас. Дальше потихонечку переходим на эту стену. Здесь я повесила серебристые звездочки. Вот они, они красивые. Тоже три. Мне кажется, можно было бы еще две добавить, как бы оно более заполнено было. Эту стену мы не трогали. Не знаю, чем ее красиво можно заполнить. У меня есть, кстати, где-то новогодний гобелен. Ёлка. Но у меня здесь будет в зале стоять ёлка. Поэтому я... Зачем две ёлки здесь? Вот гобелен это, да? Может быть, кстати, в спальню ее сделала. Сейчас подумаю. Переходим на эту стену. Здесь я все обклеила снежинками, снеговиками. Очень красиво. И повесила вот этот наш дождик. Вот этот, да? Ленты вот эти вот диодные. Честно говоря, потом я подумала, что я могла их повесить, наверное, с той стороны лучше. Во-первых, мы туда на балкон реже заходим, да? Они бы тогда здесь не колупались, не шатались, да? И там у меня как раз-таки вот на этом уровне есть розетка. А здесь оно спускается. Мне либо там удлинитель надо сделать, либо вот сюда тройник повесить и как-то делать. Вон, видите, я выключила вот эту штуку. А надо, чтобы они обе были включены. Это датчик. Вот. Но как бы вот так смотрится. Я не знаю, сделать это на обратную сторону или нет. Я боюсь, что оно, может быть, не так ярко будет, да? Хотя, наверное, можно будет повесить на другую сторону. Так, ну а здесь я повесила снежинку, зацепив ее на глазок. У меня остались еще две. Я не знаю, куда их повесить. Может быть, вот сюда одну повесить. Вот как-то так, да? И вот сюда одну повесить. Вот. Типа три снежинки такие висят здесь. Не знаю. Но они такие достаточно контрастные, если честно. Не очень мне нравятся. Мне бы хотелось, чтобы оно больше... Менее контрастно, короче, было, да? Чтобы было бежево, серенький, серебристенький, беленький. Не знаю, что это такое. Короче, пока лежат. Кстати, куда я делала вторую елочку серебристую, это сюда. Как раз-таки у меня тут серые цвета тоже есть. Вот здесь у меня снежинка, здесь у меня елочка. Встречают всех гостей. Сейчас сижу, такая уже вечерок, Даньку уложила. И вот сижу, смотрю на комнату, да? Цвета нет. А ощущение такое, что сейчас, знаете, как будто рассвет. Вот свет такой, как будто рассвет, утро. Да, вот только встаёт солнце. Ещё не светло, ещё не залито всё светом, а вот только-только начинает светать. И какая-то бодрость какая-то внутри. Как будто вот сейчас дела делать прям вот утро. А это всё вот свет. Везде свет выключен, и только горят вот эти вот. Ну, мне кажется, они немного ярковато горят, красиво всё. Но мне прям не хватает немного рассеивания, знаете. Может быть, бросить сюда тюль бы надо, да? Но от того, что у меня стоит компьютер именно вот там, да, я вот не понимаю, как это сделать. Тюль. Если я её повешу, она будет закрывать у меня компьютер. Если её сдвинуть только на один бачок, она будет вот здесь висеть. Здесь не будет половина только. Ну, короче, не знаю, как сделать лучше. Может быть, правда их на балкон повесить с той стороны, чтобы они светились. Что скажете? В общем, вот так я украсила дом. У меня вот там в углу здесь в зале будет ёлка. И 1 декабря я хочу с вами нарядить ёлку, выставить видео 1 декабря. Надеюсь, у меня это получится. Да, как раз таки. Мне кажется, самое время. В общем, если у вас будут ещё идей какие-то... Оказалось, у меня, кстати, украшений не так много дома, да, как я думала. Мне казалось, что очень их много. Ну, совсем старые, конечно, я уже там что-то повыкидываю, что-то поотдаю. Вот. В целом атмосфера новогодняя. Настроение предвкушаю. Новый год. Какие новогодние видео хотели бы вы на моём канале, скажите. Может быть, там, идей подарков, да. Ну, во влоге, кстати, увидите, что я буду дарить подружкам своим. Вот. И, в общем, скажите, какие новогодние идеи вы бы хотели, чтобы я сняла. У нас целый месяц для Нового года. Вот. В ближайшее же время будет у нас ёлочка, будем её наряжать. Интересная идея у меня есть для ёлочки. Посмотрите, какая у меня ёлка. Вот. И всё, да. Если что-то будет у вас по идеям, как что можно украсить, я даже не знаю. Я на самом деле так сделала, такой минимализм в доме, что мне кажется, что мне даже некуда эти игрушки вешать. Вот у меня нет ручек на шкафах, на вот этих, нигде, да. И ни за что не зацепишь. То есть я вот это вот только зацепила там внутри. И то, как бы оно не мешалось, да. Я пока буду смотреть. Если оно будет мешаться, я это уберу. И я даже не знаю, куда сюда можно ещё вставить что-то. Ну, подсветку не знаю, зачем делать, потому что вот тебе подсветка, да. Зачем мне куда-то ещё вешать туда подсветки, я не знаю. Короче, сложно. Места мало для украшения, да. Но если вы ещё что-то заметили по ходу, куда можно было бы что-то разместить, пишите. Может, я ещё и сделаю. Всё, мои хорошие, люблю вас, целую. Желаю вам новогоднего настроения. Желаю, чтобы все ваши ожидания по поводу Нового года оправдались. И реальность даже превышала ваши ожидания. А вообще есть такая уловка. И я, например, уже давным-давно от Нового года и от дня рождения, от каких-то праздников, от которых мы всё время что-то ожидаем, я стараюсь ничего не ждать. И мой план на Новый год всегда я дома, ничего не буду готовить. Может быть, приедет мама, скорее всего. Мы последние несколько лет уже с ней встречаем, да, Новый год. В этом году, может быть, присоединится к нам Таня. И мы скромно, ничего особенного не придумывая, ничего не планируя, просто проведём Новый год, просто поболтаем, просто выпьем, просто посмотрим телек. Вот примерно, примерно такой Новый год я планирую. И что может быть не обравдаться в этом, я не знаю. Поэтому здесь либо будет так, как я задумала, либо будет как-то непредсказуемо лучше. Вот, такая вот уловка. Вообще ничего не ожидать в этот праздник, и тогда он обязательно вам понравится. Вот. Пишите. Кстати, что вы планируете делать на Новый год? Планируете ли вы? Может быть, вы уже забронировали где-то ресторан или ещё что-то? Я как-то отмечала Новый год в ресторане. Прикольно было. Певица Слава там выступала. Вот помню, один такой Новый год в Москве весёлый. Остальные... А, один Новый год. Ну, в основном с друзьями, конечно, да, с друзьями где-то, уезжали куда-то, веселились. Такое. А вот здесь, в Ростове, только дома, только семье. Вообще, мне кажется, Новый год это такой семейный праздник. И если у вас есть возможность провести с семьёй этот день, мне кажется, это хороший повод. А лишний раз вот прям собраться с семьёй вот так вот, да. Вот. А если нет, то, мне кажется, классно, да, в ресторане где-то с друзьями тоже интересно, весело. В общем, пишите, где будете Новый год отмечать вы. Ну и ждите новых новогодних видео. Всем желаю хорошего новогоднего настроения. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok